Я, прежде чем начать говорить, так как мы с вами уже были на выставке и уже начали наш разговор, то сейчас вот присядут наши гости, и я бы хотела начать с небольшого презентационного ролика о Республике Крым, об администрационной привлекательности нашей Республики, чтобы вы могли посмотреть. Сейчас гости рассаживаются, пока готовьтесь включить видеоролик. Пока гости рассаживаются, я хочу при вас выразить благодарность Айчу Борисовичу Бабуфаняну. Он у нас организатор главных наших дней Крыма в Ереване, в Армении, и он же председатель клуба «Друзей Крыма», самый главный друг Крыма на сегодняшний день. Ну, это шутка, конечно. Вы все самые главные наши друзья. Все, кто сюда пришел, это настоящие друзья Крыма. Мы действительно связаны историей, связаны сердцем, душой. И будем в веках, как это было, две с половиной тысячи лет, так же и дальше будем связаны. Ирина Вадимовна, ну прошу, я думаю, что это все кончено. Все, включайте, пожалуйста, небольшой видеоролик. Чуть-чуть пригласите. Сверху, чуть-чуть сверху, сверху. Сверху. Сверху, чуть-чуть сверху. Сверху, чуть-чуть сверху. Звучит музыка У нас есть несколько методов поддержки инвесторов. У нас в Республике Крым действует свободная экономическая зона, которая предоставляет льготы участникам свободной экономической зоны. Это льготы связаны с налогом на прибыль, с налогом на имущество, с налогом на землю. Основная изюминка это то, что снижены страховые взносы на фронт охваты труда с 32% до 7% и 2%. И конечно это способствовало и легализации заработной платы, и легализации занятости, потому что очень выгодная и удобная система. Когда мы говорим о том, что мы планировали, то мы в 2015-2016 году, когда встречались с бизнесом, встречались с иностранными коллегами, рассказывали, мы планируем там сумму такую-то инвестицию. Сейчас мы уже можем сказать, что у нас проинвестировано в свободной экономической зоне уже более 100 миллиардов рублей. Это наши участники свободной экономической зоны, которые создали более 34 тысяч рабочих мест. Крым является уникальным регионом, потому что основу нашей экономики составляет малая средняя билла. То есть у нас нет ни Доспрома, ни Сбербанка, и так как у нас нет таких крупных корпораций, то конечно валовый региональный продукт более 80% создает малый и средний бизнес. Занято у нас в малом и среднем бизнесе на сегодняшний день, на 1 января этого года, более 178 тысяч. То есть это бизнес, который работает сам, еще и создает рабочие места для крымчан. Поэтому правительство наше настроено на поддержку и на развитие малого и среднего бизнеса в дальнейшем. У нас многое принимало, когда-то говорится, что 78 тысяч кому-то много, кому-то мало. Но я хочу сказать, что только за последние три года количество рабочих мест в малом бизнесе выросло более чем на 37 тысяч. Плюс у нас с прошлого года появилась уникальная система налогового обращения, с 1 июля, даже если быть точной, это самозанятые. То есть когда человек работает сам, сам производит что-то своими руками, он регистрируется, все это делается с помощью либо планшета, либо телефона. Регистрируется на сайте ФНС, налоги уплачивает точно так же с телефона. Ставка вообще очень уникальная, если ты оказываешь услуги физическим лицам, то всего 4%, больше переплатишь ничего. Если желаешь, можешь зарегистрироваться в пенсионном фонде и платить отдельно пенсионные взносы. Но это если есть желание. Если нет, то просто работаешь и уплачиваешь 4%, подвязывая к телефону карточку банковскую и тут же уплачивая. Не надо подавать отчетность, вся отчетность сразу видна. И вот я, когда ехала сюда, решила посмотреть, что же у нас происходит с самозанятыми. Почти 18 тысяч уже за неполных 9 месяцев. И выручка уже составила более миллиарда 300 миллионов рублей. То есть вот это, я далека от мысли, что это вновь созданные самозанятые. Они раньше работали, но они были в тени. Но вот та ставка 4%, она дала возможность выхода из тени нашим самозанятым. Когда я говорила о свободном обеспечении, я вам сказала, что у нас есть еще вторая мера такая важная, поддержки. А именно у нас есть совет по улучшению инвестиционного климата. Этот совет возглавляет лично глава республики Аксенов Сергеевич. Я являюсь заместителем в этом совете. Грибович тоже в этом же совете работает вместе со мной. У нас в него входит не только, как вы можете подумать, в правительство. Входят все общественные объединения. Это и народный фронт, это и есть даже партии, представители партии некоторых, которые пожелали войти в этот совет для того, чтобы быть услышанными, иметь возможность внести предложения, которые есть у тех или иных общественно-политических сил, не касающихся инвестиционного климата. И вот инвестор приходя, он запрашивает земельный участок. Обязательством под представленный земельный участок является сумма инвестиций, которую он заявляет самостоятельно в своем проекте, который представляет, и количество созданных рабочих мест с уровнем зарплаты. То есть ежегодно предоставляется отчетность, что такая-то сумма вложена, столько-то рабочих мест создано. И вот я уже могу на сегодняшний день сказать, что у нас таких проектов 210 на сегодня инвестиционных проектов с планируемым объемом инвестиций 156 миллиардов. На сегодня уже вложено более 80 миллиардов. И было планировалось к созданию, но так как инвестиционные проекты еще идут 13 тысячам очень мест, но уже создано около 10 тысяч рабочих мест. То есть это очень удобная точка входа. Чем она хороша? У нас есть закон Республики Крым об инвестиционной деятельности. И вот тут, когда мы показывали клип, внизу было написано «Корпорация развития Республики Крым». Корпорация является той точкой входа, удобной. Никуда не надо ходить ни по каким органам, министерствам. Всем этим занимается уже корпорация, потому что надо получить разрешение и того же комитета по охране культурному наследию и подключение электроэнергии, газа, воды и других ресурсоснабжающих организаций. Помощь инвестору полную оказывает «Корпорация развития». То есть инвестор приходит, дает проект. Если на совете получения инвестиционного климата проголосовали и поддержали этот проект, то дальше уже оказывает помощь наша корпорация. Эти услуги бесплатные. Мы взяли на себя, мы содержим эту корпорацию для того, чтобы удобно и комфортно было работать инвестору с республикой. Сейчас мы, еще у нас такое из нового, мы сейчас обсуждаем проект федерального закона об особых административных районах на территории Республики Крым. Этот закон федеральный должен решить проблему санкционности. То есть если будут созданы эти административные районы, будут закрыты адреса и место расположения. Для нас это важно, потому что мы видим, что при заключении в особенности международных каких-то контрактов мы думаем, как нам вывести предприятие из-под санкции, как правильно организовать экспорт, потому что впрямую не во все страны это возможно сделать. Хотя у нас экспорт тоже растет, пока не те цифры, которые бы мы хотели. Но, тем не менее, из года в год у нас идет рост. И как ни странно, на первом месте, куда мы экспортируем, это является все-таки Украина. Потом расположены Казахстан, Китай, Индия. И мне приятно сказать, что Армения тоже шестой наш партнер торгово-экономический при экспорте крымской продукции. У нас презентацию не стали, я могу показывать, да? А можно презентацию включить, если можно, мне дать, чтобы я была... Ирина Валерьевна сразу с профессиональным делом начала. А я хотел сказать два слова, что у нас в Крыму действительно территория примерно как у Армении проживает 2,5 миллиона человек почти. Из них порядка 500 тысяч в Севастополе и около 2 миллионов. Это так, округленно дают цифры, да? Республика Крым. И у нас, вот то, о чем говорила Ирина Валерьевна, свободная экономическая зона, она единственная в России. У нас есть 17 особых экономических зон в Российской Федерации. А свободная с наибольшим объемом в год, она одна. Это на территории Республики Крыма, города Севастополь. Мы готовы. Если говорить об инвестициях, которые у нас сложились, то у нас уже проинвестировано за 7 лет 864 миллиарда рублей. Это у нас и строительство международного аэропорта, и строительство САПСКС, и строительство... Так как мы, помните, говорили, что у нас была блокада, поэтому в короткие сроки было построено 2 ПГУТС в Севастополе-Валаклавской сеть под Северополем, которая полностью решила проблему электроснабжения Республики Крым. У нас сейчас даже есть мощности излишней, поэтому мы говорим о том, что мы строим сейчас 2 технопарка в Феодосии и в Бахчатарае для того, чтобы могли прийти, разместиться. Мы как государство строим, подводим все сети, а инвесторы забудят уже в готовое помещение. И у нас срок сдачи Феодосийского технопарка 23-й год, Бахчатарского 24-й год. То есть у нас сейчас идет стадия переговоров, мы подбираем инвесторов для того, чтобы размещали там свои заводы, свои логистические... Ну, мы еще пока в стадии переговоров, поэтому не могу сказать, что окончательно зайдет. У нас только за прошлый год, прошлый год был, вы понимаете, достаточно пандемийный, и экономика, как говорят, стояла на стопе. Но тем не менее, экономика инвестиций у нас все равно составила в 221,6 миллиарда рублей. Это тоже очень большая сумма, но и год в год наблюдаем рост именно инвестиций. Вот я показываю, что у нас есть такое главное экономическое событие Российской Федерации, это Петербургский международный экономический форум, и там производится оценка инвестиционной привлекательности региона. Вот последний форум был пока и переставлен на презентацию в 2019 год, в июне будет за 2020 год уже презентация регионов и их инвестиций с привлекательностью. Пока, конечно, у нас 43 место, не можем покрасываться, что вошли в первую десятку, но мы работаем над тем, чтобы улучшить наш инвестиционный рейтинг. Вопрос был вначале в том, что у нас были ограниченные ресурсы, я имею в виду электроэнергия, газ, вода. Сейчас мы эти ограничения сняли, поэтому я думаю, что мы должны уже вырасти. Вот показала я налоговые поступления здесь, созданные рабочие места. Смысл такой, что мы, когда говорят, что Крым, наверное, не работает над собственными налоговыми доходами, налоговые доходы с 2015 года по 2020 выросли в 3,5 раза. То есть мы работаем активно, налоговые доходы растут за счет регионализации заработной платы, за счет созданных рабочих мест, за счет предприятий свободной экономической зоны, которые хоть и пользуются льготами, но все равно налог на требования плачиваются. А так мы анализировали льготы, которые предоставляются. И, вы знаете, очень интересная ситуация. Получается, что на рубль льгот капитальных инвестиций в это предприятие где-то полтора рубля. То есть это касается среднего бизнеса, потому что по-малому бизнесу сложнее так проанализировать, поэтому вот средний бизнес взяли, просчитали. Я считаю, это очень хорошая такая статистика, как это на рубль льгот и полтора рубля капитальных инвестиций, которые остаются у нас в Крыму, обновляются основные фонды, появляются новые заводы. Вы видели, мы показывали уже то, что реализовано на сегодняшний день, и то, что уже работает. Это вот то, что я рассказывала об нашем Совете по улучшению инвестиционного климата. Посмотрите, может, вам будет интересно, и вы тоже будете работать с нами. Это такая интересная... В других субъектах нет такого инструмента. Это у нас уникальный крымский закон, который был принят, как я уже говорила, в инвестиционной деятельности. И вот мы показываем, какие у нас есть возможности. Поэтому в 2020 году экспорт у нас, возвращаясь все-таки к теме экспорта, составил 33,9 миллионов долларов США. Мы выросли по сравнению с предыдущим годом на 1,4 миллиона долларов. И у нас... Ну, это, конечно, у нас... Мы выросли больше, просто так как был ковид, то у нас особая активность пришлась все-таки на четвертый квартал. Вот как я говорила, что Украина 45,7%, Беларусь 21,1%, Китай 12,1%. Это и в процентах от общего объема экспорта. У нас есть такой Южный региональный центр поддержки экспорта. Вот здесь присутствует заместитель директора. И с их помощью было заключено наше мероприятие более 45 экспортных контрактов в более чем 20 стран мира. И товарная структура у нас такая. Продовольственные товары 53,4%, машиностроительная продукция 22,8% и продукция химической отрасли 18,8%. Потому что у нас на севере Крыма расположены более достаточно крупные предприятия химической отрасли. Это завод, производящий двойки с титана, производящий соду, завод, производящий брон. Они экспортируют свою продукцию и есть еще потенциал, огромный потенциал для роста. Конечно, у нас важнейшей отраслью является сельское хозяйство. У нас, конечно, баловым региональным продуктам занимает где-то 10%, но по занятости населения занимает гораздо больше. Предприятия у нас, которые пользуются интересом, скажем так, со стороны иностранных партнеров, это предприятия, которые продают вина в основном. И помимо знаменитого, знаменитого насандра, который знают все, у нас есть еще завод Хатесаль, завод шампанских и Новый Свет, пиво-безалкогольный комбинат Крым, завод шампанских, извините, крымская водочная компания, она производит, мы смотрим на название водочная, она производит пьяники. Также у нас активно сейчас развивается производство молочной продукции в предыдущий период 2014 года. Так сложилось, что не осталось ни одного комбината, который бы производил молочную продукцию, и только начиная с 2015 года стали восстанавливаться заводы. Новые были построены, это и у нас в Чангойском районе завод «Новатор», и у «Добрая», которые активно уже более года экспортируют мороженое в Китай, пользуются на юге Китая большим спросом, наше мороженое как высококачественное. Также у нас есть предприятие, которое производит фрукты, много предприятий, ни одно. И мы у нас увеличили количество садов и виноградников заложенных, конечно, и благодаря государственной поддержке, которая оказывается на закладку и на восстановление. Но основу, конечно, у нас составляет все-таки промышленность, я имею в виду основу валового регионного продукта. У нас промышленность составляет 18%. И в промышленном производстве сосредоточено более 2000 различных предприятий, и работает более 100 тысяч человек именно в промышленности. Ну, я могу рассказать, это Керченский металлургический завод, завод «Фиолент», Крымский кабельный завод «Ревкабель», Крымский содовый, о котором я уже говорила, пневматика, море. И, конечно, мы приглашаем вас работать с нашими предприятиями в ведущих отраслях. Если будет у вас интерес о тех отраслях, о которых я не рассказала, то мы готовы проработать все специально для вас, те отрасли, которые интересуют вас. Ну, заканчивая, наверное, работу, я хочу сказать, что мы открыты как правительство для сотрудничества со всеми предпринимателями, бизнесом, бизнес-сообществами, готовы всегда показать, рассказать и помочь в выборе партнеров у нас в республике. Пожалуйста, включите еще, если можно, презентацию, пока потенциалы не смотрите. В чем заключается настоящее богатство? Ответ прост. Богатство в разнообразии. Место, о котором он вам расскажет, это и есть само разнообразие. Ну, я думаю, мы показали то, что мы хотели, но еще остался у нас непрезентованный туристический потенциал республики. Слово предоставляется первому заместителю министра. Спасибо, Ирина Валерьевна. Добрый день, уважаемые коллеги, гости и участники сегодняшнего мероприятия. Позвольте мне от имени Министерства курортов и туризма республики Крым поприветствовать всех вас. И в своей презентации, конечно же, я буду говорить о туристических возможностях, о туристическом потенциале республики. И начать хочу с того, что еще более 200 лет назад Екатерина II назвала Крым лучшей жемчужиной своей короны. Ну и, собственно, на сегодняшний день, дальше я скажу в своей презентации про историю царской семьи. Ну и, собственно, на сегодняшний день, как уже говорила Ирина Валерьевна, Крым продолжает достаточно динамично развиваться. И, в том числе, и, наверное, я бы сказал даже в первую очередь, в части туризма, в части совершенствования инфраструктуры. Причем инфраструктуры совершенно разной и транспортной, и туристической, и оздоровительной. И в своей презентации немножко подробнее сейчас я этого коснусь. Площадь Полуострова составляет порядка 27 тысяч квадратных километров. Количество жителей составляет более 2 миллионов человек. Как говорил уже Георгий Львович, порядка 2,5 миллионов человек. И население Крыма, на что хочу обратить внимание, составляет более 100 национальностей. Конечно же, в чем, собственно, привлекательность Крыма, и почему всегда он был изначально всесоюзной здравницей, а сегодня он является всероссийской здравницей, это, конечно же, климат Полуострова. Находясь на одной широке с Южной Францией, с Северной Италией, Крым обладает средиземно-городским климатом, для которого характерно, в общем-то, большое обилие солнца, тепла и света. И в результате всего этого длительность курортного теплого, точнее, сезона составляет более 250 дней в году. Крымский полуостров расположен на юге России и омывается двумя морями. Это Черное море и Азовское море. И, собственно, и на побережье Черного моря, и на побережье Азовского располагается туристическая инфраструктура, располагаются пляжи, о которых уже говорилось, и, собственно, все те вещи, которыми может воспользоваться туристы, которые приезжают в республику Крым. Крым традиционно в летний период на полуостров туристы приезжают прежде всего для пляжного отдыха. Крым имеет на своей территории, ну, в разные годы по-разному, но порядка до 460 пляжей, что позволяет занимать прочное место в перечне регионов пляжного туризма. Но не нужно забывать, конечно же, что Крым многогранен и пляжный отдых можно совместить с активным культурно-опознавательным, оздоровительным, в какой-то степени медицинским, ну, и с активными формами туризма. И, в общем-то, здесь, на сегодняшний день, турист может получить все необходимые запросы, туристам могут быть удовлетворены. Реоргий потенциал полуострова тоже значительно достаточно богат. Порядка 15, точнее, 16 водопадов, 900 пещер, около 200 особо охраняемых природных территорий, 5 заповедников. И все эти ресурсы природные, они активно используются в плане создания туристской инфраструктуры. Прошу прощения, немножко взвали. История Крыма не отделима, как я уже говорил, начиная свою презентацию, от истории русских царей, в частности, императорской семьи Романовых. И вот ту выставку, которую вы посещали, до того, как мы с вами зашли в этот зал, там тоже, в общем-то, это наглядно было представлено. Именно российские цари своими первыми поездками на полуостров дали толчок развитию Крыма, ну, и, собственно, в какой-то степени дали толчок развитию Крыма, как курорта. И они же заложили основу многих видов туризма, которые и поныне активно работают в Крыму. Одно из культовых мест в мировой истории занимает Ялтинская конференция. Георгий Львович тоже рассказывал сегодня на предыдущей выставке. И именно здесь, вот в Ливодийском дворце, вершилась история послевоенного мира. В Ялте была сформирована идеология организации объединения объединенных наций. И, вы знаете, все, что участвовали в Ялтеской конференции, принимали лидеры антигитлеровской коалиции. Это Рузвельт, Черчилль и Сталин. Благодаря природным лечебным ресурсам в Крыму активно развивается лечебно-оздоровительный туризм, который базируется на традиционных оздоровительных крымских методиках. Среди них климатотерапия, ландшафтотерапия, таласотерапия, лечебные питьевые и минеральные воды, бальнеотерапия, грязевое лечение и другие виды реабилитации. Вы, наверное, все слышали о Саксском лечебном озере. Это озеро с лечебной грязью, которое используется для лечения больных, страдающих патологиями оборно-двигательной системы. В настоящее время два бассейна этого озера, западная и восточная, в результатах реализации федеральной целевой программы, были проведена глобальная реконструкция, закуплена новая техника, и в настоящее время, ну, в общем-то, этот лечебный ресурс, он вышел на новый качественный уровень. Порядка в Крыму, я позже об этом буду говорить, в Крыму находится 92 санатория, и вот порядка где-то 90% этих объектов, они как раз-таки используют этот природный лечебный ресурс. Кроме того, сегодня вы видели лечебная косметика и натуральная, вернее, косметика крымская, которая была представлена нашими коллегами на нашей импровизированной выставке. Там тоже были... Я думаю, что мы пригласим... Я думаю, что мы еще раз пригласим по окончании, покажем и расскажем еще там у нас тут представленные произведения, которые сможем рассказать каждое, что это будет. Да, хорошо, спасибо. Санаторно-курортный комплекс... Санаторно-курортный комплекс из улики Крым насчитывает 1092 объекта размещения. Общее количество мест, то есть единоразово, Крым может принять порядка где-то 160 тысяч человек. Структура комплекса тоже достаточно разная, но основные предприятия это 91 санаторий, 41 детский лагерь и 960 гостиничных предприятий. Эти многостиничные предприятия, это сюда входят и пансионаты, и туристические турбазы, и различные туристические центры. То есть вот в общей сложности 1092 объекта размещения. Профиль наших санаториев достаточно различный в зависимости от той части Крыма, где эти здравоохранения все расположены. Так, профиль лечения заболеваний в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на южном берегу Крыма, это заболевания, конечно же, в первую очередь, органов дыхания, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания вегетативно-диагностей системы. В Западном Крыму, это курортные города Сальки и Патория, там практикуется лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, и как раз-таки вот это озеро лечебное, о котором я говорил в Сальке, урологические заболевания, гинекологические заболевания, и различные виды кожных заболеваний. При этом, хочу сказать, что те методики медицинские, которые использовались нашими санаторными учреждениями во времена, скажем, еще Советского Союза, когда Крым был всесоюзной здравницей, в настоящее время, после того, как Крым стал частью Российской Федерации, получили свое новое развитие. У них, в общем-то, вдохнули, скажем так, ту жизнь, которая на материковой России, она уже была представлена, в тот период, когда мы находились на Украине, а тогда, как я уже говорил, мы стали частью России, эти методики, они стали активно применяться в наших санаторно-курортных учреждениях, потому что, собственно, и разрабатывались они еще во времена Советского Союза теми медицинскими сотрудниками, медицинскими светилами, профессорами Советского Союза совместно. Еще одной визитной карточкой Крыма является, конечно же, событийный туризм. В настоящее время, как бы модно говорить о том, и модно применять этот вид туризма, развивать его, поскольку, в общем-то, он пользуется достаточно большим спросом у туристов, ну и сам по себе, по сути, является достаточно интересным и познавательным. У нас, к тому, проходят такие традиционные фестивали, как «Экстрим Крым». Наверное, вы слышали, о некоторых, по крайней мере, из этих фестивалей, поскольку мы стараемся давать достаточно широкую рекламу на каналах, и в федеральных каналах телевидения, и на каналах телевидения других туристских регионов. Это такие фестивали, как «Экстрим Крым», это «Пив Дайвинг», вы видели уже фотографии тоже на предыдущем осмотре, и фестивали «Вина и гастрономии», это «Ноябрь Фест», «Геновский шлем» и много других, как я уже сказал, событийных мероприятий, которые привлекают туристов в Крым. Говоря о Крыме, невозможно сказать о «Крымском вине». На мировых рынках хорошо известна продукция «Крымского виноделия». Вот еще винодельческие предприятия «Массандра», завод шампанских вин «Новый свет», завод «Коктебель» и новые предприятия, которые сегодня представляют продукцию виноделия, это «Альмоверри» и ряд других специализирующих на производстве высокотачественных сортов марочных вин, многие из которых являются уникальными. Все энергетические предприятия имеют дегустационные залы и включены в экскурсионные программы наших экскурсионных и туристических операторов. К слову сказать, в Крыму экскурсионную деятельность осуществляют порядка 1400 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Говоря о логистике транспортной доступности Крыма, нужно сказать, что в Крым на сегодняшний день можно добраться несколькими видами транспорта, в частности, авиатранспортом. Так, в аэропорту, в новом аэропорту города Симферополь, который принимает порядка где-то 5 миллионов, а может принимать 8 и более миллионов туристов, на сегодняшний день осуществляются рейсы по 57 направлениям, и эти рейсы осуществляют порядка 16 авиакомпаний. Также в Крым можно попасть через новый крымский мост на машине или на поезде. Для сравнения, можно сказать, что за 2020 год проехало в обе стороны более 11,6 миллионов транспортных средств. ЖД-транспортом по мосту проехало порядка 706 тысяч туристов. Говоря о перспективах сотрудничества, и вчера мы были на бизнес-встречах, где туроператоры Армении задавали вопросы и ставили во главу угла, и вот уже со многими коллегами, сайтом пресечем, общались на эту тему по поводу, конечно же, транспортной логистики. И вот, наверное, можно об этом поговорить уже в последующих обсуждениях, но, тем не менее, из предыдущих всех мероприятий, что видится на данный момент. Мне хотелось бы... Ну, проблема, связанная с транспортом, я сказал о том, что в Крым сегодня можно попасть авиатранспортом, можно попасть железнодорожным транспортом, можно попасть автомобильным транспортом. Вот, говоря о сотрудничестве с Арменией, мне кажется, в первую очередь необходимо решить эту проблему, поскольку Крым, на мой взгляд, является и может представлять огромный интерес для граждан Армении, но решить вопрос по поводу того, как туристы будут к нам приезжать, необходимо в первую очередь, поскольку, как любой театр начинается с вешалки, так и любой туризм начинается с транспортом. И, наверное, Айборисич, нужно вот этот вопрос ставить сегодня на два главу угла, для того, чтобы мы могли уже обсуждать дальнейшие форматы, удобные форматы сотрудничества для наших бизнес-ообществ. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, в последующем готов ответить. Айборис, что мы уже представляли, я думаю, его можно не представлять. Айборис, пожалуйста, спасибо. Во-первых, я хочу поприветствовать приезд вашей делегации к нам. Спасибо большое, что вы приехали. Для Армении это большое событие. И приветствовать наших друзей. Для нас очень радостное событие. Мы готовы активно продолжать работу. Я должен сказать, что Клуб друзей Армении уже имеет опыт работы именно по бизнес-направлениям, туристическим направлениям. В Крым в 19-м году в рамках Дней Армении в Крыму мы смогли представить небольшие выставки продукции. Это была косметическая фирма. И выставку народных промыслов. Это был первый опыт. Мы представили в нескольких городах эти выставки. И наши дедушки в Креодосии. И потом заканчивали эту выставку в Симферополе. Что вызвало интерес у жителей Крыма. Второй опыт. Это была именно бизнес-миссия, когда мы посетили к вам, в министерство, мы зашли в центр поддержки экспорта. То есть к нам обратились несколько фирм армянских с просьбой показать возможности налаживания с Крымом экономических связей. И спасибо руководству Крыма. Мы смогли привести эту делегацию. Несколько фирм они уже начали определенную работу. К сожалению, пандемия отложила эту работу на некоторое время. Но в целом нам удалось уже привести эту бизнес-миссию. Это очень хороший был опыт. И мы можем продолжать. То есть если какие-то у нас будут фирмы, которые захотят наладить связи экономические с Крымом, то есть клуб друзей Крыма готов тоже помочь в этом вопросе. Очень хочу отметить возможность этно-туризма. Крым, о чем вы тоже говорили. Потому что у нас в Крыму огромное наследие армянского народа. И сегодня мы будем показывать фильм. Не весь фильм, будем частично его презентовать. Там уже будет показано небольшое обозрение этого наследия. Поэтому очень многих людей, кроме самого отдыха морского, интересует и этно-туризм. Единственное, конечно, логистика. Поэтому я тоже обращаюсь к руководству Крыма. Здесь два варианта решения. Один вариант решения – это все-таки стыковка рейсов Ереван-Сочи-Сочи-Сентерополь. Или же Ереван-Краснодар-Краснодар-Сентерополь. Стыковка, вот надо ее обеспечить. Тогда почти за 2 часа, 2 часа 10 минут из Еревана можно будет добраться до Крыма. И очень удобно. Второй вариант – это, значит, просим тоже побыстрее закончить. Как ремонт Арушинского аэропорта. Тогда у нас есть… Анапа. Анапа, скажите, Анапа аэропорта. У нас есть возможность. У нас есть перевозчики, я не знаю, сейчас, когда мы включили в зале или нет, которые заинтересованы. Мы вот как раз вели переговоры с ними накануне. Они уже два рейса сделали, потом аэропорт закрылся на Капу. Если Анапа будет работать, то мы сможем с Анапой, уже будем просить вас, автобусными перевозками людей доставлять. Да, да. Вот эти два варианта. У нас есть туроператоры, которые готовы с Анапой, например, забираться. И то можно отдыхать, будет вот как раз по береже Керчи, а дальше сюда. И тут будет 80 километров, наверное, расстояние. Это небольшое расстояние. Мы уже можем на автобусы, даже и СМИ. С учетом того, что это удобно, комфортно по трассе Таврида. И как по-новому мы ее презентовали, как на первую презентацию. То я думаю, что это наиболее быстро решаемый вопрос, который можно продумать все-таки с Анапой. И второй, конечно, в Сочи, будем прорабатывать пока. Берем это на себя, проработку этого вопроса. Спасибо. Если у нас будут предложения по новым бизнес-курам, будем просить вас, чтобы... Я предлагаю даже бизнес-миссию реверсную организовать, собрать бизнесмена карманских, организовать Кананск, Крым. Приезд, мы готовы. Центр экспорта займется этим вопросом, приемом. Покажем все то, что будет интересовать. Поэтому, пожалуйста, приглашаем вас всех на реверсную бизнес-миссию к нам. Еще просьба, если будут выставки, то работает, то не работает, да. Еще просьба от наших производителей, инвесторов, если будут какие-то выставки, какие-то экспозиции, чтобы приглашать на эти выставки и как участников, в том числе, наши фирмы, которые могли бы там тоже представить себя и налазить контакты. Прямо сразу в мае приглашаем. У нас будет форум «Экспортируй легко» в Алуште 20-21 мая. И прямо вот уже сейчас официально всех вас приглашают, кто готов. Мы предоставим место для выставки. Пожалуйста. Дорогие друзья, мы с Александром Борисовичем должны выехать в университет. Мы с вами прощаемся. Елена Валерьевна и господин Котляр остаются для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, продолжать коммуникацию начатую. Я хотел также оттушить и поприветствовать уважаемого посла Белоруссии, господина Калюкалю, сам Владимир Котляр. Нас это большая честь, очень приятно. Мы все единая система, единый народ. И мы как раз обсуждаем вопросы, связывающие нас веками, если не тысячелетиями. Спасибо вам большое за внимание, за участие в открытии выставки. Тогда подъявим что-то 30 минут. Когда много микрофонов всегда плохо. Говорю, когда много микрофонов всегда плохо. И вообще много хорошо это всегда плохо. В 3.30, уважаемые друзья, мы ждем всех вас на...